Украинский неизвестный блог представляет Пронсексуалы Индивидуумы, у которых биологические признаки пола не совпадают с психологическими. Такие люди с детства недовольны своим телом, стараются изменить внешность, манеры поведения, в итоге прибегают к хирургическим вмешательствам по смене пола. Трансексуалы обычно выбирают образ женщины, дополняя его мужским половым органом, либо наоборот. Встречаются и те, кто полностью модифицирует себя. С точки зрения психологии, транссексуальность имеет ряд психологических причин. Это различные душевные травмы в детском возрасте или неправильное воспитание со стороны родителей. Например, хотели девочку, а родился мальчик. И мамочка начинает всячески обращаться с сыном-ка с дочкой. Теории и мнений на этот счет очень много. Бегенгеры. Это люди, которые ощущают себя то мужчиной, то женщиной в зависимости от настроения и окружающей обстановки, представляя собой ценную личность. Очень распространены такие образы в бомбанных кругах и среди молодежи. Отчасти беденгерность. Это своеобразный тренд. Вы наверняка слышали, как девушка может сказать, я пошел сюда, я сказал, я понял, очень часто девушки ведут страницы в социальной сетях от имени мужчины, а парни наоборот от имени девушки. Следует разобраться и посмотреть внутрь себя и не заиграться, привыкая к выдуманному образу. В литературе тоже очень много примеров, когда автор пишет книгу от имени женщины, а писательница от мужского лица, беденгерность, присущие творческим людям тоже. Андродин. Человек с ярко выраженными внешними признаками и мужских и женских качеств. Мехологии андродинами называли сильных, красивых и очень наглых существ, похожих на людей, которые пытались напасть на богов, но были разрублены девцом на двое, и с тех пор все люди обречены на поиски своей второй половинки. Есть много разных теорий на этот счет, включая религиозные взгляды. В нашем современном мире андродины встречаются повсюду, стоит только посмотреть в сторону фэшн, шоу-бизнеса, кинематографа, литературы, музыки и фотоиндустрии. Везде можно увидеть слюзы с андродинной внешностью, обычно это заносятые, высокие мужчины и женщины, облик которых зависит от одежды. К примеру, если на девушку надеть строгий смокинг, она будет выглядеть как джентльмен, если бы элегантное платье, то она превращается в леди. И в первом и во втором варианте сочетание идеальный. И обычный человек не сразу сможет разобраться, кто предминь парень или девушка. Андродинные люди обладают сексуальностью, эстетичностью. Именно их нам преподносят как иконы стиля современной индустрии красоты и моды. Заключительная часть статьи. Агрессивность и номинантность, напористость, уверенность, высокая самооценка, достижения риски. Это мужское. Уступчивость, чувственность, сердечность, эмоциональность. Это женское. Подразивности все эти мужские и женские качества очень гармоничны и умерены. Они делают человека более уникальным и самодостаточным. Каждый из нас наберен различными характерными чертами. Некоторые из них универсальны, даются нам сражения. Другие же мы работаем в процессе роста и развития. В современном мире все перемешивалось. Женщинам иногда приходится работать больше, чем мужчинам, на работаем мужские качества. И немало мужчин, которые готовы заниматься домашними делами и вести хозяйство, подчиняя женщине. Один из таких примеров в теме ГДСМ без пожара от Лайвстарю. В одной из наших статей мы писали, что согласно древнекитарской концепции и не яй, в каждом человеке живет и мужчина, и женщина. Приходит, что внутренне всеми андрогими мы можем быть и сильными и слабыми в зависимости от внешних обстоятельств. Мы тоже умеем сочетать качества. Но это только внутренне. Внешне вы все равно будете или мужчиной, или женщиной, если, конечно, вы не имеете ярко выраженных черт-андрогиностей. Трансвеститы, транссексуалы, бигендеры, андрогины. Кто они? В интернете 12 августа 2016 года. HTTP. Смраз. Рунус. Айбус равно 45. Самая молодая в мире транссексуалка. Эту хрупкую девочку-блондинку называли самым молодым транссексуалом в мире. И, хотя официально это, возможно, было и не так, но все же именно Ким Петро стала первой, кому удалось добиться разрешения сначала на гормональную терапию, а затем и на операцию по применению пола раньше установленного законом срока. Так, 16 лет Ким официально стала девушкой. И, несмотря на то, что ее история попала на первые страницы многих мировых изданий, сама она не видела в этом ничего удивительного. Ведь Ким Петрос всегда знала, что она не парень, она – девушка. Ким Петрос. Ким Петрос – молодая немецкая прелица, которая получила довольно громкую, хоть и скандальную популярность из времен и пола. Ким Петрос родилась в 1992 году немецком тройник Эллоун, Джермани. Впрочем, точнее будет сказать, что Ким родился, ведь появился он на свет мальчиком. Родители Ким, Лупти и Пони, Лац энд Пони, одни и рассказывали, что их сын уже в возрасте двух лет настаивал, что никакой он не мальчик, а девочка. Со временем стало ясно, что это – не просто детские причуды, и сын Пони и Лупта действительно выглядит и ведет себя совершенно как девочка. Родители поддержали своего ребенка, однако им всем пришлось нелегко, и если смена пола у взрослых уже никого не удивляла, то детская транссексуальность всегда была темой как минимум щекотливой. В результате им все же удалось найти специалиста – профессор Бернг Мейенбург. Бернг Мейенбург из Фрэнкфуртского университета Фрэнкбэк-Юниверсити изучал транссексуальность с 1970 года и как раз занимался этой проблемой у детей. Так, Ким в возрасте 13 лет начала курс гормональной терапии, а впереди еще было несколько лет борьбы за право определиться со своей премьерной принадлежностью. В итоге она сумела официально сменить фон на два года раньше установленного законом срока. Итак, 16-летняя Петра стала самым молодым в мире подростком, сумевшим добиться операции по перемене пола. За те несколько лет Ким Петра стала очень активной защитницей прав транссексуалов. Ей пришлось не только активно размахивать флагом бенгерной свободы, но и изучить законы правила и бюрократические барьеры, сопровождающие этот сложный процесс официального превращения. Уже в возрасте 13 лет Ким буквально шокировала многих, появляясь на телевидении. Они тогда еще о нем сняли документальный фильм. Именно после этого подросток получил довольно серьезную моральную поддержку со всех уголков мира. В 2007 Петра, которая всегда любила петь, записала несколько домашних видео, где исполнила несколько своих любимых композиций. На загруженные в интернет ролики обратил внимание продюсер Абьенверк, Абьенверк. И вскоре молодая певица уже подписала свой первый музыкальный контракт с независимым лейблом Джойс Ресорт. К настоящему моменту Ким Петра уже вышло место и синглот Тейт-ТВ в 2008-м, а также Ласт Переверк, а и пора Юли Бумеринг в 2009-м году. Впрочем, главная популярность Ким Петра, это все же ее транссексуальность. Хотя сама Ким вовсе не видит в этом ничего удивительного. Так, в одном из своих интервью Петра рассказала, меня спрашивают, каково это, стать женщиной? Но на самом деле я всегда чувствовала себя женщиной, я просто случайно оказалась в неправильном теле. Чудка новая полина. Самая молодая в ней транссексуальность Ким Петра в интернете 23 сентября 2013-го года. HTTP World by Bad People's True Art Music Podcast Ким Петра. Андрогин? Опасность для общества. Или же. Небал. Андрогин – михологическое существо, соединяющее в себе мужские и женские признаки. В настоящее время понятие Андрогин относится не к мифическому, а вполне реальному существу – человеку. С такими людьми мы можем совершенно случайно встретиться на улице, познакомиться в сети. С такими людьми я знаком лично. В моем понимании Андрогин – это человек, соединяющий в себе как мужское, так и женское начало, в результате чего его невозможно отнести ни к мужчине, ни к женщине. Третий пол – никак иначе. Убедиться в этом мы можем посмотреть фотографии таких людей в индексе или в угол. Красивое тело, стройное, крупное. Или наоборот подкачаные, правильные черты лица, резкие. Или же плавные линии. Вот что я вижу в таких людях. Их внешность порождает множество вопросов и одновременно вызывает восхищение. Они похожи на мужчин и женщин одновременно. Имеют нестандартную внешность и тем самым привлекают к себе внимание толпы. Красиво. Данная нарисовка показывает мое отношение к Андрогинам и отношение к ним общества. Современное общество делится на две большие группы. Исключения, конечно, бывают везде. Но здесь они столь редки, что на них я еще нужным обратить свое внимание. Либо Андрогина принимают такими, какие они есть, либо отвергают. Я неоднократно наблюдал негативные высказывания на этот счет со стороны молодого поколения, не привыкшего держать язык за губами. Ахаха я то думал, Тесла, Бетховен, Архимик, Энштейн, Сократ, Гоголь и так далее. Это уникальные люди. А нет, при наличии члена надо-надо просто платье, адебаты и гормоны, чтобы грудь вырослопить. Хочется сказать просто, что уноваться и не быть толерантным и терпимым иногда. А ты прав, куда катиться на их? Ладно, 2007-й эмо. Год и так далее меня устраивали. Я относился к ним абсолютно безразлично, но эти... Очень легкое объяснение. Те-е-е-те-лисбянки. Люди, которых я только что процитировал, довольно молоды, и возраст их не превышает 25 лет. Неправильное написание слов и отсутствие знаков притянания доказывает это. Ведь взрослый и грамотный человек вряд ли стал выдержаться подобным образом. К необычным людям они относятся крайне негативно и осуждают их. Хотя, уверен, ни один из близко забоющихся не общался с Андробином, а однако он не в праве делать подобные приводы. На мой взгляд, проблема общества заключается не в том, что растет количество переделавших себя людей, а в том, что они, люди, начали принавать внешнему вину слишком большое значение и забывать про личность. Попытаюсь доказать на личном примере, чтобы быть женщиной, ей нужно родиться. А мужчиной нужно стать. Слова знакомого со мной Андробина. У него не повернулся язык назвать себя настоящий мужчиной, а стать женщиной, не одившись ей, его понимание просто невозможно. Поэтому Энд предпочитает называться человеком третьего пола. При этом он ведет дорогу и образ жизни является довольно интересным собеседником и не осуждает людей, негативно высокотебоющихся в сторону Андробина. По-моему, достойно удовольствия. Иметь дело с таким человеком не было бы гораздо приятнее, чем с провонявшим табаком кубрягой, использующим нецензурную дрань. Андробины не стремятся изменить общество. Они лишь идут по тем принципам, которые считают правильными. Сильные мужчины и милые женщины будут жить до тех пор, пока люди сохраняют здравый смысл и остаются людьми. И я по улице, я нелетко вылечаю симпатичные... КОНЕЦ КОНЕЦ